короче я поленилась утром все-таки это все делать думаю сделаю с вечера и завтра уже буду более-менее свободно вот сейчас у нас начало первого я сделала вот такую вот красоту грудку курину и отварила макарошки вот они еще горячие буквально недавно только воду слила сейчас сюда добавлю маслица и все готово будет все добавила масло и немножко петрушки замороженной что такой сейчас аромат обалденный так что все завтра мне не придется ничего делать утром и в данный момент почти час ночи всем привет завела ребенка в садик пошла открыла баню чтобы это все проветривалась там эта краска вот и в часов наверно 9 полдесятого вот приду буду докрашивать уже второй раз и все это будет высыхать и можно довольствоваться красотой вот освежили немного баню поэтому супер вот сейчас пойду домой и на вообще хотел посидеть вот эти вот 40 минут что у меня остались и гель-лаком ногти покрыть но я чувствую что я пол руки ой пол руки говорю что я одну руку сделаю вторую не сделаю в итоге короче наверно как приду же потом это все сделаю тем более еще украшу и с растворителем потом буду вот контачить поэтому наверное не буду покрывать гелем сейчас я собираюсь но как собираюсь пойду короче соберу кое-какие там документы свой паспорт свидетельство рождения просто не знаю что с собой вообще брать вот и пойду предварительно со школой знакомиться ну как бы у нас тут несколько вариантов в принципе но вот в первый из около дома я пойду хочу посмотреть что да как вообще документы с 12 июня принимают ну и там до какого-то там августа но так как у нас ни комиссии ничего пока нет мне директор сказал подходите ну там присмотримся друг к другу пока буду ждать пойду попью кофе есть я не хочу потому что вчера что-то зашло и я так поздно очень ела жесть такое вообще очень редко бывает но там не знаю раз наверное в два или раз в три месяца это кошмар я еле уснула потому что ну прикиньте наелась называется на ночь наелась напилась на еще стирала там короче капец так что все идем собираться пьем кофе и выходим вон звонок звенит знаете честно мне стыкотно такое ощущение будто я иду в школу как дед мне так не хочется и не хотелось всегда сейчас вообще как что-то стрёмно так подошла уже к дому вот сидела сейчас по телефону разговаривала короче суть сей басни такова мы получается первые в списке беспрописочные вот первые в списке поэтому вполне возможно там сказал наверное процентов 90 что мы попадем в эту школу вот у них получается 3 4 класс и 6 7 класс они только во вторую смену учатся получается с 12 до 7 часов почти до пол седьмого там где-то ну обычно до 6 до пол седьмого вот ну ничего в принципе такого страшного не вижу а все остальные классы полностью первая смена поэтому нормалек столовая есть но поваров нет ну как бы так у них не готовят в школе потому что очень мало места вот классы эти во вторую смену ходят потому что школа маленькая там только 300 чем-то человек но я считаю это круто когда человек 20 только в классе потому что хотя бы каждому внимание может ну можно уделить они когда их извините 40 и и голдеж балдеж ну я не представляю как можно вообще в таком классе там только сиди слушай и все вопрос не задашь потому что время ценное и каждому не будешь это все разжевать вот в принципе и персонал такой неплохой вот директор пока еще слава богу ну он молодой но не испорчен еще пока жизни вот школа такая в принципе неплохая маленькая компакт ненькая вот триста там чем-то сказал полчаса человека уже там точно дословно не помню но прикольно я бы сказал поговорили вообще 12 июня мне идти нужно будет писать заявление вот и до этого времени буду проходить с ней комиссию решать что у нас там со зрением поэтому потихонечку как-нибудь ну так волнительно уже есть просто будто я иду в школу а не она потому что просто боишься сделать какой-то лишний шаг чтобы блин хочу чтобы у малой все было хорошо и действительно выучить ее чтобы она была более-менее хотя бы путным человеком вот они просто где-то там что-то там поэтому буду смотреть именно по ней какая она что ей нужно вообще от этой жизни главное не навредить и главное именно хотя бы присматриваться и прислушиваться к ребенку а не делать так как мне это захочется и как я себе это представляю у каждого свое воспитание но я хочу для нее быть реально каким-то там на примером авторитетом хотя она и так принципе с меня берет все мои поводки да так что такие пироги сейчас покажу продукты какие купила вот пока здесь на улице потом приду буду баню красить но смысле пол потому что уже он высох и нужно второй раз покрасить и пусть сохнет потому что все бани вонят хотят заказать так что надо покрасить и пусть высыхает и так что я купила взяла круче попить этой крем-соды по дороге захотела пить думаю возьму пряники абрикосы тоже 580 в принципе но недорого крылья котлет не было взяла крылья бальзам для волос мне нравится обожаю велита витекс для меня супер так йогурт мужа редиска тут собаки короче бобик и все и там сигареты не буду их уже там показывать курить вредно поэтому что у вас по чеку 22 19 получилось и все потащила я короче это все домой и пойду потихонечку все это красить красотень очень вкусные сладкие первые были какие-то такие средние и не сладкие не кислые а эти вообще супер прям как по сезону ну что все второй раз баня тоже покрашена так что я свою работу выполнила сейчас можно идти заниматься домашними делами мои уже задолбали просят постоянно чтобы я им не спекла булки недавно же буквально только были эти булки в итоге снова хотят булки поэтому скорее всего сегодня снова будут булочки по-моему у меня оставалась корица я прошлый раз один пакет использовал вот поэтому значит будут булочки с корицей на улице солнышко сегодня 21 градус передают но конечно я так сомневаюсь немножко но с таким ветерком еще но в целом тепло так что все тут такая вонятой краской с ума сойти так что такие пироги пошла я мыть руки переодевать буду жилетку вот эту вот и все можно со спокойной душой идти заниматься своими делами как думаете что я делаю конечно булочки с корицей буду делать растопила масло сейчас у меня там смотрите лайфхак чтобы быстрее подошло подошла опара и у вас нет теплого места я духовку разогреваю потом я выключаю ставлю ложу сюда кладу полотенечко ставлю тарелочку вот эту вот с самой опарой вот я закрываю полотенечком и в итоге смотрите она прямо сейчас вылезет но еще только наверное минут 10 от силы прошло поэтому пусть пока побудет вот так вот все и в конце потом покажу булочки убрала стол вот пока у меня там запекается все вымола тарелки посуду проще чистота потом это все еще уберется отсюда там стекает и вот в итоге у меня два яруса булочек получилось короче в этот раз я делала так как я знаю по рецепту без ничего короче в плане и виду не смотрела вообще никакое видео параллельно делала все сама и плюс у нас такое прям молоко было оно домашнее но как кефирчик знаете типа такое ну но не совсем не совсем короче подгулявшая немного так вот короче на нем тесто вообще обалденно и вкуснющая получилось там свежее молоко было но вопрос у нас постояла не знаю наверно уже пару дни как поэтому сейчас будем пробовать что получилось вот в итоге какие у меня красивые получились булочки и 2 вот такая я не знаю даже сколько тут штук кстати попробовала очень прям вкусную так что принципе можно даже и не просто молоко именно подкисленное такое прям молочко использовать и все равно будет все нормально поэтому шикарно вообще супер сейчас будем кушать все мы уже наелись малую уложили спать на этом мой день будет заканчиваться уже скоро пойду уже ложиться смонтировала два видео поэтому переходите смотрите вот спасибо огромное что смотрите мои видео всем желаю спокойной ночи либо хорошего дня смотря когда вы мне смотрите и всем пока пока м м м м м м м м